Ребят, всем добрый вечер уже, наверное, да сказать? Да хотя какой вечер еще день? Видите, кто со мной сидит? Я сижу, монтирую видео, а вот у меня кто сидит на плече. Ксюша! Да, Ксюша? Это попугай Ксюша! Да, попугай Ксюша. Вообще ручная. Посадили ее в клетку, она в клетке орет, как потерпевшая. Игрушки там все раскидывает, разбрасывает, просит, чтобы мы ее выпустили. Вот так вот выпускаем, да, Ксюха? Еще пока не сильно привыкла, но ничего вроде, да? Ксюш! Вот такая вот у нас красотка. Да, Ксюша? Ксюша красавица, сидит у меня на плече. Ай-яй-яй, ты зачем меня кусаешь? Ух ты, вредная! Не тронь, буду сидеть, скажи, да, спокойно. Вот такая вот наша Ксюха. Так, муж сходил в магазин, я его попросила капусту купить. Сейчас посмотрим, что он еще купил. Хлеб, это, видать, серый, белый и черный. Что-то разные взял. Потом молока 2 литра взял, но это он очень мало купил. Я всегда больше беру и капусту. Три? А, ты уже один достала, все понятно. И белочек капусты. Что-то такой маленький прямо взял вообще. Я всегда иду, я стараюсь самую большую выбрать. А он, видать, самый маленький взял. Ну, вот такие вот целые покупки у него. Так, начинаем готовить. Нашинковала капусту. Вот то, что муж маленький вилочек купил. Вот такую вот нашинковала. Дальше лук начистила, нарезала. Картошку, морковку. Приготовила вермишель. Буду собаки кушать, варить. Напишите вообще, что вы собаке готовите. Я, например, готовлю то, что вот... Такие крупы мало у меня остается. Я все вместе крупы смешиваю и это варю ему. Сейчас покажу, что на печке уже. Так, на печке. Вот это сразу говорю, это для Тайсона. Тут у меня кончики от крылышек куриных. Здесь у меня кастрюля с водой для мытья посуды. Здесь у меня куриные части крылышек. Буду на суп. А здесь разогреваю кашу, урисываю со свининой. Хочу поесть ее. Дети уже не хотят, а тут вот немного осталось. Я говорю, а я все равно доеду, не буду выкидывать. Ладно, готовим кушать. Да, ребят, вы мне как-то писали про мясорубку, которая возле духовки лежит. Вот смотрите, я пыталась ее реанимировать. И что толку? Некоторые части, видите, вообще проржавели. Вот куда вот я ее такую? Видите, она вообще никак. Поэтому ее только выкидывать. У меня единственное, что более-менее отмылось, это вот эта вот деталька. А остальные все. И то вот, видите, кончики все равно ржавые. Я не хочу такой рисковать, перекручивать мясо. Вот оно лежит. Муж говорит, не выкидывай. Я, говорит, ее приберу. Попробую еще раз реанимировать. Но я уже не хочу реанимировать. Я просто куплю себе новую мясорубку. Девочек заставила прибираться. Там скандал аж идет. Не могут решить, кто что прибирает. Приношу извинения за свой вид. Просто целый день что-то на ногах, на ногах. И некогда голову помнить. Вечером потом вот сейчас приготовлю кушать. Потом уже помою голову. А так в целом у нас все хорошо. Просто все замечательно. Дети довольны. Играют, бегают, прыгают, кушают. Спят. Что еще сказать? На улице немножко морозит. Ну, не сильно морозит. Так, средний. На улицу пока не ходят. Потому что у меня Ваня с Мариной что-то покашливать стали. Поэтому пока я их не пускаю. На улицу дома сидят. Ну, а я занимаюсь своими делами. Я хочу начала расхоломлять свой шкаф. Снимать это сразу говорю, не буду. Половина вещей тут у меня у знакомой отдам. Ну, уже в машину где-то вытирать, где что. И женщина у нас тут одна, она сказала, занимается коврики вяжет. Отдам ей, пускай вяжет. Вот так вот. А так в целом нормально. Ладно, готовим кушать. Потом вам все покажу. Не буду. А то опять скажете, говорящая голова видео. Постараюсь не снимать себя. Сварила я, ребята, уже вкусный супик с капустой и с курочкой. Всем доброе утро. Прошу извинения за свой вид. Просто последняя маска у меня лежала. Уже давно лежит. Решила ее сделать. Короче, приводим себя в порядок. Хватит унывать. Видео он наконец-то выпускает. Я прям счастлива до чертиков. Вы не представляете. Ладно. Сейчас буду уже снимать эту маску. И вуаля. Я с вами. После маски лицо немного. Положи, мама сейчас сама выкинет. Ваня одно, что в печку надо, ему бумажки выкинуть. Пусть впитывается эта масочка в лицо. У меня всегда после маски вот такая вот краснота. Почему не понимаю? Видать, аллергия, что ли, у меня на маске? Или что, не понимаю? Хорошо, Ваня, подожди. Ваня уже встал. Что? А где органайзер сам? Иди делай. Сегодня еще хочу заснять на канал. Ребята, что я решила? Буду развивать канал влог рукодельниц. Жизнь домашним животным. Потому что, если будет такая ерунда проходить с этим каналом, мне все равно надо как-то зарабатывать. И поэтому я буду их продвигать, те каналы. Я очень надеюсь, что я наберу все-таки там тысячу подписчиков. Когда-нибудь. Ну, хотя это тяжело, да? Так как у меня времени на вышивку мало бывает. Но ночами я вышиваю. Потом буду снимать просто днем и показывать то, что уже навышивала. Смотрите, какая красная вся. Мне кажется, все-таки у меня аллергия вот на эти тканевые маски, которые... Потому что вот уже не первый раз я такую маску делаю. И который раз у меня вот такая вот ерунда с лицом. Напишите, пожалуйста, кто что знает. Ладно. Я сейчас маска немножко впитается. Потом умоюсь. Хочу сходить в магазин. Купить молочка, да что. И думаю, тесто поставить. Булочки просто постряпать. Сахарные, вкусные. Кто любит булочки, обязательно поставьте лайк. Ладно. Иду, привожу себя в порядок и идем в магазин. Всем добрый день. Я пошла в магазин. Мне надо купить хлеб с молоком и вынесу Тайсона поесть. Тяжелая кастрюля. Хотела сегодня булочки постряпать. А мне дети говорят, мама, мы не хотим булочки, мы хотим оладушки. Вот сейчас надо еще кефир купить. А я уж думала, сегодня булочки настряп. В оконцовке никто ничего не хочет. Ладно, идем в магазин. Тайсона кастрюлю сейчас поставлю. Мы его кормим два раза в день. Да, Тайсон? Так, стой, стой. Ешь. Да? Да. Скажи привет. Да. Скажи привет, Тайсон. Скажи привет. Кушай давай. Там у него с крылышками куриными. Эти кончики от крылышек куриных. Нашу завалило. Сейчас кастрюлю вторую поставлю здесь. На обратном пути с магазина пойду. Заберу ее. Ладно, идем в магазин. Пришла я уже с магазина. Сейчас покажу, что купила. На первую очередь это хлеб. Чердонский покупаю. Нравится деткам. Ну и самой тоже нравится. Потом купила творог. Сейчас Егор посмотрит, если у нас курочки яйца снесли, то значит сделаю ватрушки с творогом. Если нет, то что-то придется в магазин за яйцом еще бежать. Дальше. Купила фарш. Тут почти килограмм на 300 рублей. Нету яиц. Оденься, сходи к Хайдуковой за яйцом. Или в овощной магазин. Фарш, но вот он свежий. Еще, видите, даже затвердевший. Килограмм взяла. Хочу с куриным перемешать. И сделать ленивые голубцы. Для этого купила еще капусту. Для ленивых голубцов. Также взяла немножко морковки. Тут кабачок для улиток взяла. И зелень. Укроп с луком. Купила 2 литра кефира. И 3 литра молока. И взяла деткам бананов. Целую кучу-кучу-кучу-кучу разных бананов. Они не смотрите, что темные. Внутри они самые спелые. Вот такие вот покупки. Вроде ничего не взяла. А 1100 ушло. Что взяла? Вроде ничего не взяла. Такие вот цены сейчас оглашенные. Так, сейчас буду варить суп с сардинами. Егор тут заметил, что несколько баночек у нас в томатном соусе. Вот мы их сейчас все три баночки сделаем. Супик с сардинами. Картошку с морковкой сейчас пищу. Луковицу. И будем варить. Он меня еще просит и макрошки отворить. Ты хочешь, Егор, макароны? Или я только, значит, просит. Значит, Илья отдельно еще макарону надо отворить. И размораживаю филе куриное. Но не филе, а я в тот раз отрезала на маленькие, ну как, рубила мелкими кусочками филе. И вот достала разморозить. Вместе со свиным фаршем перемешаю и сделаю ленивые голубцы. Надеюсь, сегодня уже доделаю. Так что вот как-то так. Дети бананы поели. Тут еще вот осталось, пока больше не пьетят. Ладно, приступаем готовить кушать. Так. Нарезала картошку. Натерла морковку. Нарезала лук. И приходил старший сыночек. Он ездил сегодня к парикмахеру. Принес мне яйцо. Я его просила, чтобы он мне купил яйцо. Чтобы мне оладушку стряпать. Мне нужно яйцо. Короче, готовим кушать. Так. У меня здесь стоит вода одна на макароны. Потому что у меня старший сын попросил макароны сварить. А одна для супа. Я уже туда закидываю картошку. И пускай варится. Сварится, потом покажу. Потом будем зажарку еще на обуть сделать. Так. Сейчас хочу сделать кефир. Вот, кефир. Оладушки. Для этого мне надо дрожжи. Еще есть ли у меня или нет сухие дрожжи. У меня такие-то есть. Но мне нужны немножко сухие. Сейчас найду и вернусь. Короче говоря. Закончились у меня все сухие дрожжи. Решила я перебрать приправы. А то что-то у меня везде такое здесь навал. В основном один разрыхлитель. И все пачки новые здесь лежат. Я сейчас в контейнере оставлю, которые уже открытые. А все, что закрытое, уберу отсюда. Кунжут вот здесь даже есть. Это что, хмели-сунели. Гвоздика, но она открыта. Краска даже. Короче, прибираться будем. Тут вот для рыбы. Я все хочу купить рыбу-филе и сделать. Перец черный молотый. Разрыхлитель. Сахарный ваниль. Перец черный. Для селедки. Разрыхлитель открытый. Это открыто. А то что-то желатин пищевой. И вот получается, открытых пакетиков-то совсем немного. А что-то тут прям навалено-навалено. А это вот мне привозил знакомый тоже. Он работает как поваром. Такие вот штучки. Тут что, какао получается есть. Чили для курицы. Тут целая куча их для курицы и чили. Это вот сейчас все в пакетик сложу и приберу. Но для рыбы я оставлю здесь. Это точно. Кунжук можно убрать. Краску тоже. Краситель. Какао можно оставить здесь. Хмели-сунели тоже надо открыть. Потому что его нет. Желатин пищевой. И тут у меня еще желатин есть. Который мне прислали. Это тоже надо приготовить что-нибудь. А то что-то прям навал. Разрыхлитель для теста. Но вот один можно оставить маленький, чтобы быстро использовать. Ванильный сахар сейчас, кстати, в тесто положим. Это селедку солить мне нравится. Я уже брала такую. Для пряного посола нравится. Перец черный молотый. И вон целая куча разрыхлителя. Потому что стряпаем частенько. Ну да, в последнее время перестала показывать, что стряпаю. Надо возобновить, наверное, такие ролики. И уберу этот пакетик с приправным. Потому что тут что-то прям навал-навал. И найти ничего не могу. Ладно. Продолжаем готовить. Так, здесь у меня немножко есть дрожжи, ванильный сахар и разрыхлитель. Я сейчас все это залью немножечко водичкой. И дам дрожжам настояться немножко. И все, этого хватит. Сейчас дрожжи растворятся и будем дальше замешивать тесто. Так, начинаем замешивать тесто. Обязательно я добавляю сахар. Дрожжи уже растворились. Я сильно много не добавляю, потому что дети будут все равно есть щепотку соли. Ой, достать еще надо ее. И все это размешиваем. И заливать сейчас буду туда кефир, который уже комнатной температуры стал. Сегодня буду оладушек много стряпать, поэтому я буду заливать 2 литра кефира. И все это размешиваем. Немножко добавлю еще разрыхлителя. Вот у меня остатки, просто мне надо все остатки поубирать. Поэтому я добавляю. И сейчас будем добавлять муку. И все это размешать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, варю здесь макарошки. У меня старший сыновля попросил. И у меня уже... Так, запуталась. Почти сварился суп. Ну как почти? Еще не почти, но скоро. С рыбной консервой. Но я немного туда еще рис добавляю. Тут в томатном соусе консервы. Поэтому вот так вот перелила в другую кастрюлю, потому что та кастрюля оказалась маленькой. И варится. Варим, а потом будем жарить оладушки. Так, жарю оладушки. Вот уже нажарила немножко. Даю сразу деткам кушать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. А они кушают у меня с черничным вареньем. Провела уже несколько часов на кухне. Вот такое вот у меня состояние, когда проведешь пару часов на кухне. Вся красная, вся вспотевшаяся. Волосы сестры. Поставила воду. Греть хочу голову, помню, потому что не могу. А у меня еще тут почти полтазика теста. Жарим, продолжаем. Все, ребят. Нажарила. Уже поели, правда, много. Но получился целый тазик. Слава Богу, закончил. Можно снимать фартер, можно идти отдохнуть. Сейчас вода согреет, потом голову помою. Вот такой вот у меня сегодня был, ребята, день. Ну, я еще вам поснимаю что-нибудь и постараюсь. Сейчас только немного отдохну, а то после кухни прям голова... Знаете, такое ощущение, как ты стоишь пьяный. Голова кругом. Спрашиваете, открывала или нет форточку? Да, открывала окно. Верхнее проветривание. И поэтому все равно оно вот так вот. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а я пойду отдохну. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.